Дамы и господа, сегодня будет скучный выпуск. Он не для тех, кто любит видео и красивые картинки. Он для тех, кто хочет знать цифры и интересуется аналитикой. Такие люди тоже есть и сегодня мы удовлетворим их запрос, рассказав об аналитических итогах года и даже более длинного промежутка времени, начиная с до пандемийного периода. Здравствуйте, дамы и господа! Все задают вопрос, что будет дальше с ценами на загородную недвижимость. Опыт прошедших лет и в частности последних двух лет показал, что люди очень субъективны в этих оценках и угадать не могут. Те, кому нравится, что происходит, считают, что все будет хорошо. Те, кому не нравится, считают, что все будет плохо. Это все действительно субъективно и мы не будем пытаться предсказывать, что будет дальше, но сегодня я расскажу об результатах, о фактах изменения на рынке загородной недвижимости за последний год и не только за последний год, а за весь период последних лет, которые охватывают также пандемию и военные действия, эти большие изменения и сделаю это по фактам работы нашего агентства недвижимости Белые ветры и, таким образом, позволю себе экстраполировать наши результаты на результаты изменения рынка загородной недвижимости в целом. Потому что, когда я вижу попытки измерить его в целом, это встречает серьезные затруднения и вызывает сомнения в качестве, а я вам дам только конкретные четкие факты. Напомню, что агентство недвижимости Белые ветры твердо специализируется на продаже и сдаче в аренду загородной недвижимости верхнего и среднего ценового сегмента на Калужском и Киевском шоссе, фактически в Новой Москве. Мы являемся лидерами в нашем сегменте и наши показатели вполне коррелируют с результатами всего этого рынка. Первое, это как изменились цены на рынке загородной недвижимости. Наверное, самое интересное. Здесь можно оценивать разными способами, подходить с разных сторон. Например, чисто экспертная эмпирическая оценка на основе целого набора конкретных объектов, чью цену рыночную мы знали правильно на разные периоды времени, позволяет в целом сказать, что с момента начала пандемии цены выросли примерно на 70 процентов на сегодняшний день, а за прошедший год они выросли примерно на 15 процентов почти, а до этого они примерно на столько же процентов и упали. То есть от начала военных действий и периода, когда доллар стоил примерно 60 рублей, цены упали по сравнению с концом 2021 года, это был пик, достигнутый после пандемии, но по мере некой стабилизации ситуации и главного роста курса валюты в полтора раза, рублевые цены на недвижимость подросли примерно на 15 процентов. Также важным влияющим фактором оказалась ситуация с ипотекой в России. Ипотеку постепенно сворачивают и была конкретная информация, что ее будут ухудшать, увеличится процент, и они увеличивались в средстве роста ключевой ставки центрального банка России. И вот летом 2023 года, даже к концу лета, начало осени, был ажиотаж, который привел к серьезному большому росту продаж, а также и цен продажи на рынке загородной недвижимости. Цифры, которые я только что назвал, я могу проиллюстрировать альтернативным способом на основании статистических показателей агентства недвижимости Белые ветры. Посмотрите на эту таблицу, здесь указаны средняя цена и медианная цена продажи объектов нашим агентствам. Берутся в расчет и коттеджи, и участки. Не буду рассказывать коммерческую информацию о количестве природных объектов, но средние цифры очень много говорят. Мы видим, что до 2019 года, даже по результатам 2020 года, ситуация была очень стабильная, достаточно много лет. Здесь данные с 2018 года, но и несколько лет до этого цифры средней продажи, медианные цены продажи были примерно на одном уровне. И вот в 2021 году мы видим резкий рост. Средняя цена выросла на 55 процентов, а медиана на 62 процента. Это такие взаимозависимые показатели и складываем вместе, берем серединку, видим примерно результат. Дальше мы видим, что в 2022 году цена выросла и средняя и медианная на 16 процентов. Это общий показатель за год, но как я уже говорил, цены сначала опустились, потом выросли и в 2023 году мы видим, что цена фактически не изменилась. В строке, где мы фиксируем изменения к 2019 году, видно, что средняя фактическая цена проданных нами объектов выросла на 75 процентов, медиана выросла на 101 процент. До этого я сказал, что на наш взгляд примерно 70 процентов роста цен на рынке. Видимо, так оно и есть. Конечно, цифры наших продаж не обязаны точно их повторять. Ну и обратите внимание на абсолютные цены продаж. Конечно, они отражают специфику нашего локального сегмента, специфику работы агентства, но тем не менее, за последние два года цена средней продажи объекта составляла в районе 39-40 миллионов рублей, а в 2020 году она оставляла всего-навсего 22 миллиона рублей, а медиана была 15 с лишним миллионов рублей, а сейчас она около 30 миллионов рублей. Вот такие цифры. Продолжим. Есть еще несколько показателей изменения рынка. Первым каким показателем является предложение. Предложение объектов в нашей базе мы замеряем регулярно, ежемесячно, а также мы примерно раз в полгода замеряем количество объектов в базах наших конкурентов и замечаем, что изменение по количеству объектов практически не изменяется в разных агентствах. Это тоже важный показатель. Так, до 2018 года количество объектов в нашей базе, в нашем сайте, если правильно сказать, варилось между 650 и 700 объектов, достигну максимума к концу 2018 года. В 2019 году спрос начал увеличиваться, это отразилось на росте цен примерно на 10% и также сказалось на уменьшение листинга. Базы нашей тоже на эти же самые, в данном случае 12% за год. И так у других агентств, что позволяет делать вывод, что так оно изменилось и в целом по рынку. 2020 год является, конечно, аномальным для рынка загородной недвижимости, как, впрочем, и для многих других рынков и не позволяет делать по нему выводу, но тем не менее резко выросший спрос на все, в том числе на недвижимость. В результате массового печатания денег правительством привело к тому, что, как я говорил уже раньше, цены сильно выросли, а предложение резко спало. Почти в два раза уменьшилось количество объектов в листингах агентств и вообще на рынке по результатам 2020 года. В 2021 году эта тенденция, хоть и замедленность, но продолжилась и рынок потерял еще примерно там 30% объектов. В конце 2021 года количество объектов на рынке и, в частности, в листингах агентств в три раза стало меньше, чем за два года до этого. В 2020 году, после начала военных действий и снижения курса валюты и неопределенности, мы увидели снижение спроса на рынке недвижимости, соответственно, снижение цен и, как следствие, увеличение базы объектов. Она увеличилась, но в 2023 году опять цены пошли вверх, вследствие роста курса валюты, вследствие ужесточения и ограничения ипотечных программ и мы увидели, что количество объектов опять уменьшается. Мы видим, что в 2022 году база агентства выросла на 43%, это очень высокий рост, а в 2023 году она уменьшилась на 12%. Если же сравнивать с временем пика, объемом предложения это 2018 год, то мы видим, что количество объектов на рынке уменьшилось более чем в два раза, а если сравнивать с пиком цен на рынке недвижимости в конце 2021 года, то объем базы увеличился на 25%. Мы видим, как есть четкая корреляция между ценами продажи, предложением, а также спросом, о параметрах которого я сейчас расскажу. Спрос мы можем померять по количеству обращений рекламных в агентства, также по количеству новых клиентов ежемесячно обращающихся и также по количеству выездов, показов этим клиентам каких-то объектов, может быть один за выезд, может быть несколько. Есть и другие показатели, но эти наиболее показательные. Можно сказать, что по количеству рекламных обращений по 2019 год мы наблюдали очень стабильную картину в течение многих лет, наверное больше десяти лет. Эта цифра очень сильно изменилась в пандемийный год первый, когда она слетела более полутора раз, потом мы наблюдали откат до нормального уровня в 2021 году, а дальше произошло что-то удивительное, количество обращений существенно сократилось. Мы видим, что в 2022 году чуть ли не в два раза уменьшилось количество обращений. В 2022 году эти обращения выросли на 20 процентов, но все равно они далеки от установившегося количества обращений, которые были в течение многих лет по 2019 год. И в этом есть некая загадка. Я не понимаю до конца почему-то произошло, но при этом надо отметить, что конверсия значительно улучшилась для нас. Если раньше из звонивших людей из трех с половиной человек один ехал на показ, в среднем три с половиной человек, то сейчас эта цифра улучшилась минимум полтора раза. Уже два-два с половиной человека позвонившие приводят к тому, что один кто-то из них едет на показ. И видно по количеству новых клиентов и листового смотра, что здесь нет какого катастрофического падения. Мы видим всего лишь 15 процентов падения количества новых клиентов в прошлом году, от обращений уменьшилось количество на 44 процента, а листового смотра еще меньше уменьшилась, на 1 процентов. А в 2023 году количество звонков выросло на 20 процентов. А людей, которые к нам обращались и смотрелись на какие-то объекты, увеличилось в полтора раза, а листового осмотра даже более чем полтора раза. Такое ощущение, что покупателей на рынке стало меньше, но они более конкретные и целеостремленные. Можете сделать сами какие-то дополнительные выводы. Еще один интересный показатель это доля ипотечных сделок. Еще несколько лет назад мы считали, что на рынке элитной недвижимости ипотека мало востребована. И если вы посмотрите на эту таблицу, вы увидите, что вот здесь данные с 2019 года, 2019, 2020, 2021, 2022, доля ипотечных сделок среди наших сделок была примерно одинаковой 25-29 процентов. Но все-таки изменения на рынке ипотечное кредитование сыграли свою роль. Во-первых, введение различных льготных программ, также довольно низкие ставки были какое-то время и вообще может быть изменилась культура. И в 2023 году почти половина наших сделок прошла с использованием ипотеки. Это вносит корректив в нашу работу. Так теперь уже довольно давно мы каждый объект, который приходит на продажу, подвергаем не просто правовой экспертизе, но в том числе определяем, пригоден ли этот объект для продажи его в ипотеку. А если не совсем, то мы проводим специальные действия, сбор документов, планируем, что мы должны сделать и как для того, чтобы не помешать возможности продажи этого объекта в ипотеку. Иначе база покупателей сильно сокращается. Теперь расскажу об аренде. Напомню, что департамент аренды нашего агентства существует уже 13 лет и мы здесь явно лидирующее агентство, но просто потому, что другие агентства наши конкуренты в меньшей степени занимаются арендой, чем мы. И здесь мы чувствуем себя очень уверенно и статистика наша тоже интересна. Посмотрите на эту таблицу. Она повторяет аналогичную таблицу, показанную мною ранее в отношении средних цен и медианы продажи объектов, только здесь средняя цена медиана цены сдачи объекта в аренду нашим агентством за прошедшие 6 лет. Также и в продаже мы видим, что до 2019 года включительно цены были стабильные, но если продажа отреагировала чуть позже ростом большим в 2021 году, ну просто был временной задержка временная, то аренда отреагировала, естественно, быстрее. Вы помните, какой был ажиотаж в 2020 году весной, когда ввели антиковидные ограничительные меры и этот год, конечно, не является показателем. Мы видим резкий рост почти в два раза, а в 2021 году был естественный откат, видите, от 12 до 19 процентов и в 2022 году откат продолжился, но в 2023 году мы видим все-таки рост и можно сказать, что показатели цены аренды коррелируют с ценой продажи просто на каком-то достаточно не коротком промежутке времени. Вот эти цифры показывают нам, что если сравнить с доковидным периодом, то цены выросли, ну средняя цена продажи сдачи, можно сказать, 71 процент, а медианная цена 8 процентов. Эти цифры практически повторяют изменения цен в продаже и показывают, что да, действительно процентов 70 мы видим рост цен на рынке аренды, как и должно быть, они должны коррелировать с ценами продажи. Могу добавить, что предложение и спрос на рынке аренды похож на эти же данные по рынку продажи, но я вам покажу немножко другие цифры. Наша база объектов актуальная, она формируется из двух источников. Первое это мы находим новых клиентов, которые приходят к нам и таких каждый год набирается несколько десятков, а также объекты ранее сданные нами возвращаются в нашу базу, становясь вново актуальными после их освобождения предыдущими арендаторами, потому что общее количество объектов нашей базы превышает несколько сотен. Очень интересно понаблюдать за соотношением по годам объектов, вернувшихся в базу, при этом большая, большая часть объектов, которые сданы в аренду, на следующий год продлевается. И вот интересно понаблюдать за соотношением количества объектов, которые были продлены к количеству объектов, которые вернулись, были освобождены и вернулись в базу. Оно показывает ожидания арендаторов. Вот по этой таблице мы видим, что в 2023 году соотношение продления, продленных объектов к возврату, оно очень высоко, 4,25. Востока раз количество объектов было продлено больше, чем количество объектов, которые были освобождены и вернулись в наш листинг, как актуальные. Это говорит о том, что арендаторы не освобождают дома, они считают, что предложение будет ухудшаться и боятся, что в следующий раз они найдут варианты несколько хуже и поэтому не освобождают недвижимость. Такое же, только еще в большей степени немного наблюдалось в 2021 году. Там соотношение было 4,9, а вот в прошлом году это соотношение сильно меньше 2,67. Это говорит о том, что люди в прошлом году ожидали, что цены будут может быть несколько ниже, объектов будет больше и охотно освобождали. Вот такая интересная показательная статистика. В целом можно сказать, что объем базы предлагаемых аренду домов сократился. Собственно, я рассказал все, что хотел рассказать. Извините, если это было скучно. Надеюсь, некоторые из вас оценят, им это будет интересно. Напишите в комментариях, с чем вы согласны, а с чем вы не согласны и что было бы вам интересно узнать на следующий раз. До свидания.